давайте начну немножко с того что мы здесь ожидаем что нет значит и вам не зашарил тему с метапа которая была в мае если не ошибаюсь на голом этапе во львове была уже тема естественно блокчейн и хайпер леджер фабрик поздно уже было что-то менять в пятницу соответственно чуть-чуть сделаю больше overview по блокчейном миру платформа которые есть чем занимается сейчас компания вот социал какие у нас есть направления данный момент и где нам может быть нужна будет помощь экспертов если кого-то заразит ковыряться дальше дадите мне знать чтобы я вас держал в нетворки тоже потенциальных контрибьюторов соответственно да меня зовут дима вчеренко я senior solutions архитектор компании сак компетент менеджер я не блокчейн-девелопер и имею ввиду никого дыхалов нативный вот но занимаясь компетенции уже вот с начала года мы начали развивать блокчейн у нас было несколько проект в прошлом году вот и активный консалтинг по этом очень много клиентов особенно enterprise интересуются соответственно мы потихонечку расширяем этот сервис и так когда у вас будут вопросы прерывайте меня задавать их там любой момент времени вот будем дискуссировать по ходу я так понимаю у меня до часу времени правильно ребят во сколько да 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 важно важно вписаться то есть до пив до пив друга и так хорошо я постараюсь успеть пробежать а дальше по вопросам вот естественно пройдемся немножко по концепту да то есть блокчейн это распределенный так называемый леджер бухгалтерия до переводе по сути вот это набор транзакций от кого кому особенность блокчейн в том что есть ссылка на предыдущий блок зашитая в хэш то есть мы можем любой по сути любые данные до представить в фиксированной хэш строке да если мы что-то поменяем в исходящих данных первичных до соответственно хэш строка также поменяется соответственно если я поменяю здесь захаку как-то транзакции сделаем скажем так вмешательство да то естественно изменится хэш этого блока да и так как я ссылаюсь на этот хэш и на мне является импутом до для формирования следующего блока соответственно поменяется хэш и это да какие-то там буквы цифры да то есть будут изменения соответственно уже будет скажем так найден найдено вмешательство да соответственно также какие еще есть концепты да в блокчейне непосредственно сам леджер да это где мы трекаем транзакции есть блоки да которые по сути содержат да там транзакции в правильном их ордере да вот есть так называемый первичный блок с которого все начинается есть ассет это непосредственно с чем мы манипулируем да то есть это может быть криптовалюта это может быть какое-то реальное digital имущество да то есть контракты и так далее вот непосредственно сами транзакции да которые собственно переводят состояние ассета в одно или в другое да в леджере вот контракт это скажем так некий код до condition который вызывается при выполнении транзакции допустим списать у кого-то деньги с баланса до кому-то положить ну соответственно такой вот контракт может быть но естественно не намного шире да по своей функциональности соответственно если поговорить за дистрибьютор до некую базу данных да будем так говорить от леджер да то основной проблем есть на это по сути достижение ну помимо всех security моментов да вот есть проблема достижения конце есть как теорема да вот данные должны быть там консистент да и соответственно как достичь того чтобы все ноды были скажем так consistent по данным да и не были как-то скомпрометированы вот соответственно есть несколько алгоритмов до достижения консенсуса один из самых известных который был применен еще в 90-х годах для предотвращения спама это права ворк соответственно он же применен сейчас ряде скажем так криптовалют таких как биткоин к примеру да всем известный права ворк соответственно майнеры до тех кто хотят сделать пропозал блокчейн да должны совершить некие если так на пальцах некие математические скажем операции да которые решают некий пазл крипто графический да с помощью там кэш кэша да то есть и алгоритма sh 256 биткойна вот находят определенную строку да и то есть пру ват что они там решили некий алгоритм вот соответственно есть proof of stake да то есть его пытаются сейчас применить этериуме дистрибьютот в натворке права в стейк отличается от того ворка тем что не нужно решать никакие математические задачи а соответственно не он энерго эффективен да и быстрее в скажем так в процессе да временном временных затратах вот ас но отличие его в том что происходит скажем так на пальцах то майнеры ставят некую ставку да на блоки которые они считают валидными вот после того как блоки попали в непосредственный network да вот они получают нахраду за это да если мы скомпрометировали как-то блоки да то у нас будут штрафные санкции соответственно если будут хакать блок ну как-то network да то будут терять большие суммы денег со своих счетов тех кто это делает майнеры вот проблема proof of stake в том что могут порождаться множество форков то есть и цепочки да в каждом из форков могут также как бы за них могут голосовать соответственно таких вот цепочек может быть много и соответственно в большом network это может привести к инконсистент данным да соответственно я еще там пока детали не влазил как это будет решать в эфириуме потому что у них большой network нужно будет это покрыть провал авторите это по сути обычно в private network делается да то есть есть некая единица до которая доверительная да на основе сертификатов до выданных там сертификат авторитис и так далее которая там кладет транзакции до пакут их там блок кладет в леджер и пиры ноды доверяют этому как бы одно или нескольким таким много да это больше смахивает на централизированный такой вот подход но тем не менее такое также есть тупо бэйт похож на тупо в стейк там единственное что можно скажем так более гибко настраивать там вот это скажем так бит да то есть за что мы голосуем как мы голосуем там и так далее то есть он такой более гибкий я еще не встречал пока там октяну именно руками не щупал нетворки где это уже имплементировано вот ну в принципе такое также есть пруфов лапсы time это неплохой концепт который разработал компания intel соответственно происходит волкинг на процесс интела да там с помощью их guard системы то есть но до которой за определенный момент времени до получается собрать блока на но и она выиграла как бы жребий да то есть она по сути и поближе блок леджер соответственно да ну здесь констрейн такой что это на опять же мы доверять должны intel да и их собственно security которая принципе неплохо да по концептуально есть правил и паблик нетворки да вот есть еще сами правил но так вот глобально делят их на permission до permission less и permission а всем известный bitcoin да это по сути permission less да каждый человек по сути может установить в себя там некий софт до стать участником сети вот и соответственно проводить транзакции так далее да то есть нету никакого опрувала со стороны network permission это консорциум нескольких закрытых скажем так организаторов да и попасть в этот консорциум естественно нужно договариваясь на физически или как-то там более digital да но тем не менее вас должны принять в консорцию до консорциуме могут быть банков я не знаю insurance компании могут быть клиники автозаправки и тому подобное то есть любые как бы могут быть стейкхолдеры но тем не менее сеть закрыта и попасть туда по определенным там требованиям этого консорциума можно соответственно здесь налагаются определенные лимитейшены то есть для того чтобы скажем так гарантировать консистент данных вводит double spending security и тому подобное permission less они по скорости да по транзакциям уступают первичным то есть правило на портом потому что как бы опять же да тот же правор он занимает определенное время до каждые десять минут к примеру в биткойне да там собираются блоки вот цветутся в леджи да то же время там на и ос на хайпер леджере фабрике либо на соу тузлы и китом подобных скорость транзакции намного выше да то есть там на хайпер леджере можно достигнуть там трех с половиной там и выше тысяч в зависимости от скейла метворка тысяч транзакций по секунде опять же потому что алгоритмы консенсуса до процесса транзакций security построены между ну сами скажем так или около доверительными партнерами а где собственно блокчейн можно применить на соответственно всем известные финтек так то есть это это биржи это консорциумы банков и так далее вот можно применить в хеллске и иншурансе действия на пару примеров таких хеллске например да вот мы делали а и все для нашего хеллске от департмента по контрафактным медикаментам то есть кейс следующий примеру где-нибудь в стране x открывают находят там мел да этот мел пакуют соответственно дорогой скажем так дорогие таблетки да и продают как-то нелегально там на территории соединенных штатов европы и так далее вот соответственно чтобы избежать таких вот моментов то мы придумали супплайн чейн по сути который трекает выпуск медикаментов от производителей до до конечных драг дилеров и любой человек да то есть может просто не там определенный код и посмотреть всю цепочку соответственно где это было создано и так далее если вдруг таких несколько упаковок да кто-то допустим скопировал да этот код вот то будет также но уведомление что где-то что-то было либо продано вот либо скажем action что ну какая-то может быть вероятность подделки вот соответственно да в сошел интертейменте да был такой проект мы разбирали к сожалению не приступили к его имплементации это r bit то есть арт бит они хотели создать арт коин когда можно было снимать музыкантов на улице и соответственно донатить им криптовалютой да уже в кепочку собирать коины не модно соответственно да надо донатить криптовалютой вот ну неплохой проект я не знаю как он его судьба сейчас да но тем не менее развивается также там гавермента его утинга всякие нотариальные подписи и тому подобное вот это ну как бы частый случай вот также применение блокчейна хотя он там не особо и нужен везде но тем не менее вот можно также применить supply chain ну понятно это все скажем так поставки от похожий кейс health care был вот по сути он был ориентирован на supply chain а это там цепочка доставки некого товара мы разбирались с некой компанией нефтяной shell по доставке нефти вот баржами вот но опять же это пока deal подвешен там воздухе вот они еще не уверены что им нужно сейчас там идти в блокчейн а идти да то есть девайсы connection к ним и так далее то есть тут также применим по сути можно применить блокчейн мы разрабатываем сейчас проект для и биема call for code проекта ориентированы на стихийные бедствия то есть когда допустим прошло пошел тормадо да там на территории соединенных штатов примеру и местность которую допустим развалила да к ней сложно добраться соответственно можно использовать дроны да вот вы знаете возможно читали amazon уже пробу там да там делать доставку delivery с помощью квадрокоптеров да ну там малтикоптеров да вот соответственно идея в том чтобы дрон доставлял самые такие необходимые там либо медикаменты либо там таблетки очистки воды там и тому подобное то есть на места вот стихийных бедствий не в момент стихийного бедствия потому что дрона снесет буквально там через какое-то время после того как пришло сообщение а вот соответственно там дрон отправлять через 4g связь сообщение что он стартанул трекает свой аудит лог отдельно не в блокчейне и то что он выкинул и где фотографии где он выбросил соответственно товар да вот это также вот такой кейс референс архитектура то есть как это все выглядит соответственно есть партиципанты да то есть участники это могут быть там аппликации могут быть там физические инстанции например люди да вот есть клиентские аппликации через которые они да собственно получают доступ здесь еще надо десктоп на аппликации указать потому что этериум да биткоин там и остальные это очень часто могут быть какие-то десктопные аппликации да то есть либо через веб мобайл там айти девайсы десктоп аппликации да доступ к непосредственно блокчейн нет ворку а при нет ворк это но если так абстрактно очень да это набор и ров но туда которые соответственно являются участниками сети в таких нет ворках хайпер леджер дата метериум есть понятие смарт-контрактов да которые собственно делают некую манипуляцию да с транзакциями и собственно идет запись в сам непосредственный леджер да и пиры соответственно обмениваются своим стейтом да вот для достижения консенсуса да уравнять данные вот есть еще такие темы как ораку да их так называют это как это external data либо рандомизация да смарт-контракт не может там делать там брендомные какие-то вычисления да то есть это всегда condition да то есть транзакция не может там быть рэндомных скажем так никаких вычислений да соответственно если нам нужно построить допустим онлайн казино да и нам надо допустим раздачу покерную да соответственно ну или затусованной карты до колоду вот рандомизировать да то это могут выполнять некие сторонние сервисы да которые уже подают некий как бы input да на смарт-контракт уже смарт-контракт используют как стейк окей какие еще есть платформы соответственно одна из известных да это эфириум по типу это паблик нетворк соответственно каждый может быть участником сети эфириум принесли такое понятие как по сути смарт-контракты их можно разрабатывать на неком языке называемый солидите он что-то между не знаю джаваскриптом может голки это так вот соответственно участники сети могут обмениваться собственно крипто валюты транзакция да здесь есть крипто эфир соответственно за каждой транзакции также есть майнеры да соответственно есть вознахождение да за паблиш блоков вот и на данный момент пока используется кругу ворк консенсус для эфириума и соответственно платформа движется в то чтобы перейти в proof of state соответственно очень большой комьюнити эта платформа уже обслуживает большое количество продакшен радио аппликаций в прошлом году мы делали также интеграцию с эфириумом вот писали контракты на солидите вот соответственно вот уже был один успешный скажем так проект на эфириум вот поэтому если интересно можете посмотреть есть эфириум гол вот по сути имплементация на голда вот соответственно ну вот интересно для вас фабрик фабрик это правит ли перми шинт до network его разработала компания ibms продвигает линукс фондейшн ibm и digital assets есть такая софт фарная компания которая разрабатывается для финансовых структур по миру соответственно очень сейчас активно ее пиарят есть у семейства hyperledge несколько скажем так инструментов и фреймворков до фабрики это продакшен-рэйди сам ibm уже реализовал больше 60 там реальных продакшен-рэйди проектов вот для крупных консорциумов ibm там с мелкими особо не работает вот все они имплементированы на фабрике вот соответственно из особенностей smart контракты разрабатываются в основном на гол вот если не использовать там сторонние фреймворки и сторонняя я объясню сейчас и есть еще инструменты да по разработке но тем не менее вот если мы говорим про продакшен-рэйди то это гол смарт-контракты это из детей на сейчас те которых активно поддерживается это к сожалению джава и гоу клиенты ой джава и ноды есть активный быстро развивающийся на гол вот соответственно можно его использовать есть несколько проектов которые хорошо показывают интеграцию аппликации на гол с фабрик-нетворком здесь нет никакой криптовалюты вы полностью сами заведуете но можете устанавливать сеть в себя до играться с ней так далее по перформансу тут правда еще старый фабрик 3500 транзакций сейчас при этом должном скейлинге можно достигать и выше вот на фабрике сегодня и поговорим немножко вот да я говорил за скажем так за фреймворки есть компоузер мы очень много перси разрабатываем не на нейтив там гол там с используем клиентов а на композере этот набор инструментов или как его правильно называется network framework соответственно тоже разработан компанией ibm вот является инструментарием hyperledger допустиметом и платформа на основана на фабрике полностью как бы на лоу-левеле там фабрик network вот по сути сделали неплохой синтаксис по написанию смарт-контрактов по определению ассетов транзакций по permission management то есть все в принципе сделано неплохо хорошая инфраструктура экосистема то есть можно размещаться на ватсоне можно непосредственно локально установить себе компоузеры играться ну то есть с ним на локально но по нашему опыту он не совсем хорош для production ready там есть определенные моменты со скейлабилити когда нужно подключать там кавку когда нужно подключать вол стоит и тому подобное то есть скейлинг несколько ордеров то есть там начинается скажем так момент до сложная вот соответственно лучше делать на нативном фабрике из плюсов композера это то что на данный момент вот команда блокчейн наша локальная соцсерби может от первого кола с клиентом то показ показать прототип до транзакции там api проходит примерно сутки мы за один бизнес дэй можем законить участников сети да вот заходит правильно ассеты правильно основываясь на тех требованиях которые нас были вот построить транзакции настроить некие пермиш на да и уже показать то есть вау эффект неплохо работает соответственно да есть трест клиента то есть есть неплохие там экзампл уже с использованием фронта на angular и вот соответственно можно пробовать играться но опять же я бы рекомендовал бы инвестировать в нативный фабрик ну чтобы понимать концепции основы на чем это все базируется хайпер леджер также семейство soltooth lake опять же разработка это intel а как раз таки здесь на эллиптическом времени построен консенсус посредством интеловских скажем процов но у них скажем так плага был консенсус то есть его можно подменять вот он компетен с эллиумом вот есть такой да проект access вот соответственно поддерживаемые языки python go javascript мы предметно с ним in депс не разбирались вот просто не хватает времени сейчас на него вот помимо всего прочего нам на рынке довольно таки много молодых и уже устоявшихся скажем так платформы которые можно посмотреть одни из сейчас нашумевших это и ос который на плюсах разработан также есть корда это скажем так вот форма которая ориентирована на финансовый рынок вас ну большей мере то есть у нее все скажем так инструменты и и до ориентированы на работу транзакций денежных вот хайпер леджер фабрик он более матчурен в том плане что может покрыть ну практически там все нужды да то есть он широкой специализации фреймворк есть также айота кому интересен айоти вот есть проект айота для айоти девайсов этот так называемый блокчейн для холодильников вот из нашумевших есть также хэш граф который разработала несколько профессоров с там со штатов абсолютно еще не готов даже к прототипированию потому что у них нет должной документации и по сути сорс кода нормального оформленного поэтому пока на него на рано смотреть но почитать за концепт можно довольно таки интересно особенно по performance measurement а те которые уже можно сейчас которыми работать это этериум и фабрик который я сказал есть хайпер леджер также айроха для мобайл девайсов есть adjoin мы стиме заключили контракт британский скажем так британская платформа по предоставлению как раз таки вот блокчейн построение блокчейн-нетворка для enterprise ну еще тоже такая зеленая мы на ней сделали один продукт очень сильно намучились и пока оставили big chain db также вот неплохой кому интересен не нативный блокчейн а именно distributed база данных вот тоже неплохой проект который активно сейчас используется в автомобиле вот тойота его заюзала и рено вот мы до audi делали пропозал и естественно делали его на композере а может вопросы сейчас пока я вот не перешел дальше народ не заснули и не слухам дуже чекава огляд рынка но погнали да дальше вот по самому фабрику да то есть основные компоненты это непосредственно сам assets с которым который если там объекта по сути его чейн код это не знаю зачем они так назвали в общем это смарт-контракт в фабрике да есть непосредственно ledger фичу да то есть есть так называемый сам ledger это лог транзакций и есть world state это сиквел лайт по сути база данных да для удобства собственно получения и манипуляции с данными вот privacy есть появились в новой версии private коллекции это если нода не хочет шарить некие то есть нода принадлежит одной организации x и это организация x не хочет шарить некие данные с другими организациями да вот но они допустим важные при этом это калькуляциях да соответственно есть возможность сейчас создавать private коллекции я пока с ним еще руками не познакомился потому что мы сидели на версии 1.1 последнее время и только сейчас апгрейдимся на 1.2 security и membership сервисы по сути каждая организация имеет свои certified authorities как в том же SSL и membership сервисы которые по сути проверяют кем был выбран сертификат какие есть права данного participant и так далее вот соответственно консенсус нельзя отнести happy ledger к чёткому там чётко идентифицирует что это да там за консенсус он основан по сути на с использованием капки да это византийский fault tolerance да применяется но также участвуют и элементы certified authorities и так далее то есть тут как бы такой гибрид вот можно по-разному настроить по сути network да и достигать там определенных результатов вот не всеми апрубалами и так далее то есть это уже специфика она не на поверхности вот по сути network да фабрика выглядит может выглядеть таким образом да что у нас есть несколько организаций да в каждой организации здесь просто пиры указаны да это по сути ноды да которые держат у себя стоит леджера сами пиры ноды разбиваются там на несколько типов есть пиры есть ордеры ноды есть дорост ноды есть enter ноды и так далее но для simplicity все пиры просто скажем так это компоненты контейнеры которые содержат там стоит вот общаются между собой пиры посредством ченнелов да это соответственно реализация никого security никого security тебя в фабрике соответственно можно настраивать так что в один ченнел там входит несколько участников сети или несколько организаций да как в данном случае пиры ну там p1 да может общаться с организацией 2 пир третьим да вот по сути посредством там ченнела но пир 4 и пир 2 этому челу не имеют доступа да соответственно они располагают леджером да там и данными которые обмениваются между собой организации как это выглядит по транзакции соответственно есть некая аппликация да здесь хотел бы очень то что аппликация может быть одна либо несколько несколько да то есть это может быть это централизированная веб или десктоп аппликация да либо у каждой организации может быть свой какой-то по доступу к леджеру соответственно аппликейшн да коннектиться к некому пиру своему да либо дозволенным пирам да и соответственно инвокает чейн код да то есть возбуждает смарт-контракт да то есть соответственно предлагает некий пропозал на изменения либо на квери да в этот момент этот пир соответственно вызывает свой чейн код да смарт-контракт вот и соответственно с помощью локального леджера да делает вычисление либо ковыряет либо апдейтит пропозал он данный момент в шаге 2.2 не делает никаких манипуляций с леджером он просто либо получает данные да ну он запросил да то есть манипуляция не произведена просто он как бы сделал get да либо ну скажем так предположил апдейт на основе тех данных которые есть в леджере да и отправил пропозал до респонса аппликации если аппликация запрашивание кед да то пропозал респонс уже удовлетворяет аппликацию да то есть она уже получила свои данные которые необходимы если аппликация запрашивала апдейт то соответственно смарт-контракт апдейт в леджер не сделал он просто просчитал как изменится по сути леджер да и этот просчет отдал аппликации обратно с этим пропозалом аппликация идет в ордер и сервис по сути ордер и сервис он и собирает транзакции с нескольких аппликаций вот или с одной аппликации до multiple пропозу да на транзакции уже оформляет непосредственно эти транзакции в блоке в определенном ордере да и и рассылает уже пиран на опрувал соответственно после того как пиры опрували это леджер аппликнулся по пропозу транзакции вот такая вот система транзакция она ну немножко сложнее здесь как бы указано для симплисити основной нюанс в том что когда аппликация запрашивает допустим данные на апдейт то они не апдейтятся имидиации они апдейтятся спустя какое-то время и аппликация потом скажем так слушает некую очередь да которая которые пиры сообщают что стоит леджером было когда пиры сообщили очень что стоит был апдейт тут аппликации об этом узнаю через эту нотификацию вот таким как бы образом если просто может вопросы есть если не туда двигаемся дальше ну при реквизиты естественно нам нужен там курл нам нужны ну желательно докеры да докеры докер композ без go нам никуда соответственно контракты нам нужно писать на нем соответственно нужен go если мы будем использовать из детей на гол то нам больше ничего не надо если у нас чешутся руки поработать с node.js туда надо будет нот плюс нпм и некие нпм и нода там требует python по 7 соответственно нужен в данном случае python по инсталляции соответственно ну я здесь уже гоупас вкулил некий фолдер и по без практики но тем не менее мы стягиваем проект соответственно делаем ему клон проект выглядит по сути сейчас переключусь покажу как он выглядит то что устанавливается с пакета по сути это набор инструментов да какие-то бинарники для какие-то бинарники конфиг текст generation там для создания чейнов генезис блоков да криптоген да по сути это сертифайт авторити эмуляция да вот по выдаче сертификатов да вот ну и остальные там утилиты по работе с методом все что нам надо нам надо закинуть в за экспортить соответственно этот бинарник нам в пас для того чтобы можно было там пользоваться командами соответственно здесь очень много самплов то есть там по некоторым час пройдемся там как запустить first network посмотреть чего там он состоит и спрогнать первые тесты да либо используя эмулятор некий депмод здесь есть работать с чем когда не да по сути здесь идут наши контракты да и можно их тестировать там в деф-моде очень удобно принципе давайте попробуем это сделать вот собственно это то что мы получили на шаге 2 да то есть за экспортили бим как я и сказал да и соответственно можем перейти там наш first network да и сгенерировать по сути а с помощью там либо мануально либо ну по первам да мы идем там уже каким-то скриптом да и поднять этот но это в принципе наверное будет несложно сейчас сейчас пошлите network я так не люблю лайф кодинг и тем не менее что нибудь нужно будет запустить соответственно мы хотим что-то поднять у нас есть скрипт фанкшен давайте так что он у нас тут есть здесь все команды описаны все так straight forward в принципе нам нужно я уже сгенерировал по сути network да мне его по сути надо только поднять вот поэтому поднимаем network указываем channel с которым будут общаться ноды и это у нас будет допустим соцсет давайте попробуем поднять да я хочу все хочу да ну и если она не свалится на данном степе нет не свалилась то есть по сути мы сейчас поднимаем контейнеры да ну всем известно вот подняли контейнеры перов да ордеры сервис подняли вот и подняли селай да вот дальше тут в принципе это сейчас все поднимается создаются сертификаты они там укладываются в определенный фолдер запускается дальше тест да вот собственно пошел первый тест да то есть мы инвоком некий скажем так смарт-контракт называется он май чейн-код да вот инициализируем там некие параметры в этот чейн-код он тупит сейчас потому что стоят там тайм-ауты вот на апдейт и так далее поэтому он сейчас пройдет потом будет где-то и так далее то есть ну мы не будем на это смотреть что не интересно что поднял собственно этот network да он поднял вот что-то по типу вот это да то есть у нас есть села это аналог по сути нашей аппликации то есть когда у нас нет real аппликации да мы еще не используем никакой из детей да то есть удобно там проверять network до тестировать его с помощью по сути консольных команд соответственно это целое это аля аппликейшн да то есть он подключается к ченнел умеет коммуницировать с пирами дай бог от смарт-контракты инициализировать их инсталлировать соответственно получаем ну данный скрипт устанавливает несколько организаций пиров да то есть есть организация пир один есть организация пир 2 соответственно по второй организации то же самое один ордер сервис их может быть больше в скейлинг и их будет продакшн системе больше вот данном моменте это соло так называемый конфигурация да когда у нас есть только один ордер сервис и ченнел да с помощью которого обмениваются пиры и ордеры с пирами селай с пирами это по сути софт сервис которым мы запустили этот network так сейчас он здесь у меня пробежит я его сделаю ему down и и мы перейдем дальше к маленькому смарт-контрактику да пока он там бегает пробежимся по first chain соответственно да как я и говорил используем ченкод деф мод у него есть композ яму до конфигурация какие по сути контейнеры нужно поднять фабрик hyperledger неплохо их мейнтей нет все как бы есть документация на github можно посмотреть по всем параметрам что и что довольно таки неплохо можно натюнить все это мой следующий как бы network будет содержать ордер один до одного пера один селай и чейн код по сути это instance где у меня будут скажем так ранится инсталлироваться мои смарт-контракты сути тоже пир сети так пробежался здесь прошли тесты засетали что-то поквыряли вот это результаты получили все прошло успешно так как бы первая проверка да что у нас как бы все прошло хорошо сейчас я ее опущу потушимся все пиры потому что но так как все нетворки тестовые то даже и не тестовые имеют очень схожие как бы название да опять же да там example.com и так далее а потом бывают дубликация и неудобно с этим работать так и идем в чейн докер дэв мод запускаем по сути наш компоузер compose так его не прописывать если все пройдет успешно мы запустим наш нетворк так пока то несколько еще табов так но данный метод по сути запущен здесь сейчас зайдем в чейн код сбил даем наш контракт один из контейнеров да у нас называется чейн код сейчас мы еще раз идентифицируем вот он собственно да контейнер чейн код на него мы соответственно зашли да сейчас на докере у нас набор да сейчас замалченные фолдеры да со всеми нашими контрактами данном случае у меня маунтинг произошел с чейн код фолдера да вот он у меня свыше да соответственно и пас да туда указывает я его замаунтил в докер да соответственно есть набор да там смарт-контрактов уже готовых да для работы они неплохие для того чтобы там от малого до великого да что-то построить вот степ-бай-степ но самый примитивный давайте разберем это сэмпл чейн код до гол он у меня уже сбил джин поэтому я дугать его не буду вот просто перейдем сас да вот мы уже сбил джин артефакт здесь есть соответственно надо стартануть чейн код чтобы он приступил к своей работе все он у нас зараненный мы собственно ждет интеграции с ним идем все лай это аналог нашей аппликации еще раз кубс ладно а я я уже сорян я уже здесь зашли наш силой да и соответственно первое что мы сделаем то есть используя синтаксис до хайпер леджер консоль на мы вызываем стал по сути данного смарт-контракта на нашем пире мы его заинсталлировали назвали его определенным он у нас называется не сэмпл чейн код а маячин код вот надо было для simplicity все одним неймом но уже как уж получилось следующим степом мы инстанцируем по сути наш контракт с предефайн этими значениями некая вариабла да там у нее это наш ассет да и value его 10 давайте за сетапим это что в данный момент произошло если мы откроем этот гол до контрактик то у нас есть метод и нет да по сути который имплементирует чем код стать интерфейс под мы принимаем аргументы которые передали да по сути да то есть наши аргументы до со значением и 10 вот промониторили все и мы путаем этот стоит до в леджер то есть это и не шал стоит а то есть чего мы начинаем этот принципе нет метод может оставаться и пустым мы ничего можем не инициализировать ну данном случае для примера собственно сделали этот дан степ вот следующим методом у нас будет и бог то есть мы запустим упс мы запустим наш смарт-контракт по сути за экзекутом и вода да сделали и бог то есть мы передали аргумент сетт и там и 20 до поменяли по сути значение да сейчас нашему асету и 2 метод вообще ну там простейший данный момент да мы также перехватили наши аргументы да которые прилетели к нам с консоли в данном случае мы разбили да то есть там перехватили метод да у нас там первый метод да там сэр там или квери да бед вот соответственно если седата мы с этим что-то да то есть тут уже просто чтобы не писать все в одном методе разбили на несколько вот соответственно сетт у нас принял параметры да с аргументы вот и заседал то же самое что мы делали по сути пустой да что мы делали в нет методе все довольно таки опять же просто да ну на данном моменте и соответственно на get да то есть если мы захотим там сейчас взять да наш ассет и да он нам должен вернуть 20 вот соответственно мы просто ну здесь else да там все остальное будет идти на get вот соответственно берем get state да и возвращаем это значение да давайте это увидим что она вернется нам соответственно соответственно вариант сейчас наш да ну тут дебаг с ним надо разбираться вот ну самая последняя строка это то что скажем так то был и до которая к нам прилетела ну естественно это такой самый simple simple контракт вот и времени у нас как бы не совсем много идти дальше вот соответственно опять же чтобы стартануть нужны самые скажем так минимальные знания да пол и можно уже как бы стартовать и пробовать писать свои первые аппликации да я рекомендую пробовать все таки go из детей он довольно таки поддерживаемый без багов вот много документации по нему вот и соответственно делать full go solution да с использованием smart контрактов на go и аппликации на go ну наверное на этом все я цель свою выполнил давайте по вопросам а меня слышно вообще было да 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 давайте на этом этапе обговорили такую тематику как взагалі працювати с фриворком с ссдкей бюонни там дуже часто роблять зміни какие не є бэк компатибл Ну, вот у нас сейчас мы начали делать аппликацию на версии 1.2, именно самого фабрика перешли сейчас на версию, переходим, планируем перейти на 1.2. Если, опять же, это как в разработке программного обеспечения. Если у тебя есть возможность, есть нит перехода, ты перекрутишь, если нет, то ты просто доделываешь уже на той версии, которая есть, запускаешь аппликацию, и потом уже строишь технику по переходу на следующую версию, если это возможно за определенный эффект по времени. Соответственно, здесь как бы прям бест практики нет. Ну, а вот с твоей точки зрения, на сколько решений уже есть в продакшн-раде? Такие изменения говорят про то, что они все еще с пошуку и не стабилизуют версию. Смотри, если говорить про SDK, то да, но Node и JDW уже более стабильные, их уже можно использовать. Опять же, по тому, что на конференциях и в холуарах сейчас говорят об IBM, то есть мы пытаемся просто с ними партнерщик настроить. Они сделали уже несколько реальных, крупных проектов. Есть такая страховая компания Allianz, можете знаете. Она европейская, у нас, по-моему, где-то представлена. И в Штатах. И вот как раз для них они сделали, собственно, solution по обмену страховой информацией с Европы в Штаты и наоборот. Там у них были гэпы, что они, ну, это разные как бы оригинальные дивизионы и они там мало друг о друге знали. И, соответственно, IBM уже построили их solution, крупный. И также для Walmart. Они построили supply chain, который уже начинает пользоваться с большим спросом. Консорциум к Walmart и еще продуктовые магазины сейчас подключаются. Соответственно, это уже продакшен аппликации. Ну и рекомендация, в принципе, уже с фабриком именно, да, вот, можно двигаться в продакшен. Единственное, что SDK может штормить, ну, ты всегда можешь остаться на предыдущей версии, да, которая суппорта там, SDK там версии 1.1, да, суппорт, ты на ней и остаешься, да, соответственно, не двигаешься дальше. Вот, но именно, если отвечать на вопрос ready или не ready production, то именно фабрик ready to production. Супер, тоже дякую. Ну и да, то есть, как я и говорил в начале, да, то есть нам нужны будут скоро ребята, кому это интересно, да, кому вообще вот DLT, мир, скажем так, интересует, да, и нам нужны будут реальные вот имплементаторы на Go, потому что, ну, так как мы не есть, ну, в нашей команде нет хороших разработчиков, мы делаем все на композере, но, как я сказал, композер это такой для блондинок, скажем так, блокчейн, вот, это так, чтобы демку показать. Но уже именно продакшен аппликации строить нужно с помощью Go и нужны будут эксперты. Поэтому, если кому-то кто-то надумает, там, говорите Ивану или пишите мне, я буду иметь вас в виду, будем пробовать вас тренировать и, по сути, на будущее, если что, сменяться в блокчейн. Дим, так, а может организуем якийсь воркшопчик, воркшопчик с цього приводу якийсь? Идеально было бы, да, сделать хотя бы вот дневной воркшоп, да, вот как ты делал по Go, да, вот и до. То же самое делать по фабрику, потому что я пробежался сейчас очень быстро, просто не хватает времени, чтобы, ну… Да-да-да, ну, это просто познайомиться, да, может быть, подготовим и таки, влаштуем вас сам. Было бы круто, я думаю, что можно даже было бы паблишить это, как регулярный воркшоп, тренинг типа. Прикольно, прикольно. Да, мы сделали на Composer, но опять же Composer будет неинтересен, тренинг вот для Go-Experts. А, да, давай, Иван, наверное, я подумаю, вот, и предложу, как мы можем двигаться. Супер, тоже дякую. Ну, вот, в принципе, все, что хотел рассказать. Дякую, Дмитро, дякую всім слухачам, тоді зустрінемось через Бартаїжин. У нас буде знову зовнішній спікер, але він екс-сосервець. Буде ділитись своїм досвідом з нами. Все-таки трошки спойлер. Дякую, всім гарного дня, па-па. Дякую.